Всем привет! Продолжаем гулять по улицам моего городка. Городок хороший, Санкт-Петербург называется. Новая Адмиралтейская набережная 6, Галерная 60, Адмиралтейская набережная 31. Дворец Бобринского. Классицизм. Архитекторы Русско. Я цитирую Википедию. В 1790-х годах архитектор Русско переделал старое строение, возвел на улу двух каналов, обширный дом, главным фасадом выходящий на Галерную улицу, а вторым фасадом в сад в сторону Мокии Адмиралтейского канала. Этот дворец Екатерина II подарила своему фавориту Платону Зубову, но когда после воцарения Павла Зубов оказался в опале, дворец перешел к сыну Екатерины, графу Бобринскому. Его потомки владели дворцом до революции. Родоначальник из семьи Александр Григорьевич Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины и Орлова. Бобринский в детстве считался сыном коммердинера императора Екатерины II Шкурина и воспитывался его сыновьями. После воцарения императора Павла I Алексей Бобринский получил приказание идти ко двору. Император назвал его братом, возвел графское достоинство и назначил генерал-майором, почетным опекуном, управляющим Санкт-Петербургским воспитательным домом. Дворец на Галерной улице стал подарком императрице Марии Федоровне графу Бобринскому. Дворец находится в одном из старейших районов города, в котором к концу XVIII века считался достаточно престижным. В 1790 здание было выкуплено известным сенатором Петром Васильевичем Мятлевым, для которого и было перестроено итальянским архитектором Луиджи Русско. Это первая самостоятельная работа Зодчего, крупного представителя, неоклассицизма, ставшего впоследствии придворным архитектором. Ну и внешний вид дворца с тех пор не перетерпел серьезных изменений. В 1796 в комплекс на Галерна вошло еще одно здание, 60-е, под номером 60, это бывший дом архитектора Савы Чевакинского. В 1797 его дома перешли в собственность графа Бобринского. В 19 веке дворец был одним из самых знаменитых центров светской культурной жизни Петербурга. Салон привлекал дипломатов и литераторов, его посещали императоры Александр I, Николай I, а на балах танцевала вся столица. Анна Владимировна Бобринская, супруга Бобринского, врожденная баронесса Унгер-Штенберг, расширила дворец, отделала последние моди, его интерьеры. Основал салон, в котором часто бывали Жуковский, Вятинский, Неселероды, Градчиков. Кстати, частым гостем Бобринского был Пушкин. Старший сын Александра Григорьевича Алексеевич Бобринский и его супруга, графиня Софья Александровна Самойлова, продолжили традиции дома. На Галерна 60 собирался литературный кружок, участниками которого были Пушкин, Градчиков, приятель и хозяина Жуковский, поклонник графини, посвятивший ей ряд своих произведений. В 1822-1825 годах парадные интерьеры дворца были перестроены архитектором Михаилом II. Последний хозяин усадьбы из рода Бобринских, граф Алексей Александрович Бобринский, историк, археолог, сенатор, предводитель дворянства Санкт-Петербургской думы, вице-президент Академии художников, председатель археологической комиссии. В годы Первой мировой войны хозяева разместили во дворце военных госпиталей. В 1919 году семья Бобринских эмигрировала во Францию. Архитектор Фомин при постройке в 1910-х неоклассических усадеб брал за образец отделку дворца графа Бобринских. В 2001 году в Федеральной комиссии по управлению государственной собственностью дворец Бобринских был передан Санкт-Петербургскому государственному университету. С 2002 года в помещениях дворца проводятся занятия факультета свободных искусств и наук. Идутся реставрационные работы. Ну так, вкратце о дворце Бобринского. Находится он на Галерной улице, дом 60. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!